А уже сегодня в помещении Таллиннского детского сада Арбо пройдет инфодень на русском языке, в рамках которого собравшиеся будут обмениваться опытом и мнениями по поводу проекта «Детский сад без насилия». Сегодня у нас в гостях директор детского сада Арбо Альвина Мазик. Доброе утро. Доброе утро. И учитель этого же детского сада Елена Музыченко. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Ну что же, я вижу, что к нашему Трифону добавилась теплая компания с игрушками. Буквально вся игровая площадка у нас теперь на столе. Расскажите, с кем вы пришли. Я пришла с большим мишкой, который в группе самый главный. И много мишек маленьких. Это символы. Они друг на друга похожи. Они очень похожи друг на друга. И у каждого ребенка в нашем детском саду, начиная с трех лет, есть вот такой вот маленький мишка. А это самый главный, который проводит собрание, который рассказывает детям, как вести себя, рассказывает им об основных ценностях. Проект этот основывается на основных ценностях, таких как толерантность, смелость, заботливость и честность. Насколько актуальна тема насилия в детском саду? Мне как-то это не вяжется. Мне кажется, в детском саду маленькие дети, все такие хорошие, прекрасные. Я хочу сказать, что в детском саду она действительно не вяжется, эта тема. И мы занимаемся предупреждением. Предупреждением вот именно этого насилия, которое потом может возникнуть. И те дети, которые с самого раннего возраста, детям, которым прививаются основные ценности, они никогда не будут обижать. И вот мишка такой, скажем, советчик и попутчик им в этих освоении вот этих ценностей. Елена, как мишки на практике помогают эти ценности воспитать в детях? Нам очень помогает этот проект «Детский сад без насилия», потому что дети стали добрее к друг другу, заботятся друг о друге, уважительно относятся к себе, к другу и к взрослому. И самое главное, что этот большой мишка-друг объединяет всю группу, потому что проект направлен не на одного ребенка, а на всю группу целиком. И этот мишка, свой персональный мишка, является в качестве утешителя. То есть ребенок может утешить не взрослый, а ребенок сам может утешить друга своего сначала в роли мишки, а потом в роли самого себя. То есть это еще развивает самостоятельность. Часто для детей примером являются родители. В принципе, не часто, а всегда. Это пример родителей, прежде всего, и воспитания в семье. Если, скажем, ребенок растет в семье асоциальной, где у него не самые положительные примеры и модели поведения, насколько способен этот мишка ему помочь, скажем, преодолеть свою агрессию, свой гнев, который ребенок, в общем-то, часто вынужден скрывать? Вы правильно сказали, что мы являемся примером для своих детей. И учитель является моделью поведения, и взрослый, и родитель. И, как правило, у нас такая сейчас быстротечная жизнь. Мы все спешим, мы всегда куда-то бежим, у нас очень много работы. И поэтому бывает так трудно найти время. Приходим домой, сажаем ребенка перед телевизором или даем компьютер или планшет. И совершенно не узнаем, какая у него жизнь, чем он болеет, чем он живет, с кем он дружит. И есть ли вообще эти друзья. И поэтому и есть вот эти вот друзья-утешители, которые ребенок может прийти, поделиться с ним самым сокровенным. Шепнуть ему на ушко, а вдруг шепнет ему что-то в ответ. Ему становится легче, ему становится легче пережить какую-то, может быть, горечь, какое-то, может быть, не очень хорошее настроение, какое у него было. И в нашей группе есть уголок релаксации или уголок уединения. Как правило, всем взрослым тоже очень нужно, да, такие вот минутки уединения. Он уходит туда со своим другом, шепчет ему что-то на ушко, друг шепчет ему. Ему становится совершенно по-другому. Он выходит оттуда уже с улыбкой, совершенно другим настроением. То есть это история малыша Карлсона, воображаемый друг ребенка, который помогает. Да, я как раз тоже задумался о том, что это воображаемый друг. У меня родился вопрос, а не лучше ли иметь друга реального? Ну, он и есть реальный друг, он обязательно. Но иногда нам нужен и какой-то вымышленный друг, с которым мы можем действительно поделиться, которого дети могут взять домой с собой. И этот Мишка посмотрит, и большой Мишка, и маленький посмотрит, как ребенок живет. Вот. И что я хочу сказать, что наши родители, самые активные участники вот этого проекта, они вместе с детьми заботятся об этом Мишке, шьют ему одежду. Дети придумывают вместе с родителями имя этому Мишке. Поэтому это как становится член семьи и поддержка. И как почему фиолетовый цвет или лиловый цвет? Это, как говорят психологи, цвет спокойствия, сострадания, добра. Да. И, как правило, когда мы начинаем проект, все Мишки одинаковые. Когда они берут домой, придумывают имя и придумывают ему одежду, они становятся разными. Как и мы с вами. Мы все люди, но мы все разные. У меня вопрос к педагогам. Можно. Педагоги часто говорят о том, что дети поменялись. Вот те, которые работают, например, 20 лет в детском саду, что раньше дети были, может быть, спокойнее, послушнее, сейчас они сложнее, они более закрытые, иногда более агрессивные. Правда ли это или нет? Вот утверждаете вы это или нет? Конечно, бывают такие случаи, как я уже говорила, что у нас очень мало времени, да, мы мало уделяем друг другу внимания. Отчего агрессия? Это дефицит внимания. Он хочет обратить на себя внимание, таким образом он поступает, где-то, да, агрессивное поведение у него выявляется. Поэтому мы должны больше обращать внимание, больше заглянуть его внутренний мир. Поэтому мы и есть взросли для этого, да. Нет плохих детей, есть плохие модели воспитания. Поколение изменилось, детей действительно они стали другими? Да, действительно изменилось. И, скажем, вот этот проект, который с 2010 года ведет некоммерческое объединение Союза защиты детей, в наш детский сад он пришел в 2013 году, и все группы детского сада нашего, их 9, начиная с 3 лет до 7, участвуют в этом проекте. И что я хочу сказать, что именно сотрудничество и партнерство с родителями объединяет и семьи, и детский сад. Вы говорите о сотрудничестве и партнерстве с родителями, но сегодня вы будете обмениваться опытом, я так понимаю, что с коллегами. Насколько сильно это партнерство, если программе уже 5 лет? Вы знаете, учитель, он не может быть один. Каждому учителю нужна обязательно поддержка. И обмен опытом от учителя к учителю. Вот эти наши встречи на инфоднях, на обучении. Наш детский сад как-то таким базовым явился, где все собираются, у нас проводится в нашем детском саду обучение методики по этому проекту. И поэтому это у нас обязательно проходит где-то один раз в году. И у учителей есть возможность услышать, у кого как спорится этот проект, насколько удачно. Те, у кого что-то не получается, могут услышать и увидеть. И у нас будут занятия проведены сегодня, где могут учителя посмотреть, как другие учителя подходят к этому проекту и его реализуют. Спасибо огромное. Мы благодарим директора детского сада КААРБУ Альвину Мазик, а также учителя этого детского сада Елену Музыченко. И, дорогие друзья, действительно не забывайте о том, что вашим детям нужно внимание. Продолжение следует...